Уже больше недели сквер молодежный закрыт на реконструкцию. Через несколько месяцев он заметно преобразится и станет местом притяжения для многих горожан. За ходом работ следит наш корреспондент Татьяна Бойко. Стройплощадки, как правило, по периметру от посторонних глаз, закрыты глухим забором. Здесь же все максимально прозрачно. Территория сквера ограждена сеткой, и горожане могут наблюдать за работой подрядчика. Сейчас идет демонтаж плитки. Ее полностью сняли в центральной части сквера. Класть новую подрядчик не торопится. Прежде оценит состояние основания и только потом приступит к укладке бордюра и брусчатки. В процессе демонтажа будут выявлены дефекты плит самого же основания. Мы это все будем устроить путем замены этих плит на новые. У нас заложено с метой проектом. Мы это все выполним. Разные виды работ ведутся параллельно. Площади позволяют. Пока одни прокладывают кабель, другие демонтируют детские площадки. Игровые формы с помощью спецтехники снимают максимально аккуратно. Состояние городка хорошее, поэтому конструкции установят на детских площадках в разных микрорайонах города. Сейчас приоритетно у нас как раз во втором микрорайоне центральном двор Ленина 75. В этот двор будем переставлять соседние дворы, на российскую будем переставлять. Те застроенные площадки, но где часть игровых форм уже пришли не в годность и имеются свободные места. То есть берем фигуру, осматриваем меры безопасности, рассматриваем место установочки и будем переставлять. Подрядчик строительной компании «Макс Гарант» из Ноябска к работам приступила вовремя и даже идет с опережением графика. Материалы закуплены. Свою максимальную готовность к работе фирма доказала еще до заключения контракта. Людей достаточно, техники достаточно. Повторюсь о том, что материал мы заблаговременно уже проверили, сертификацию этого материала. Все уже есть в наличии у нас, так что все идет полным ходом. Деревья и кустарники, а также малые архитектурные формы будут сохранены и приумножены. В сквере появится скалодром и сухой фонтан. Будут воплощены в жизнь и идеи, которые предлагали муравленковцы на портале «Живем на севере». Горожане с нетерпением ждут преображения сквера, который давно стал самым любимым местом притяжения для взрослых и детей. Татьяна Бойко, Виталий Сидняев, Новости Муравленко.